Игра мускулами. В военном деле без неё не обойтись. Флот действует так. Вначале демонстрация флага, затем блокада коммуникаций, и лишь потом в дело пускают оружие. Но сильным флотам иногда достаточно просто самого факта их существования. По-английски это звучит «флит-ин-бейнг». Основной тип кораблей, которым достаточно просто быть, это бесспорно авианосцы. С точки зрения военной стратегии, мировой океан – идеальный плацдарм. Ракетно-ядерное оружие современных кораблей, палубная авиация – всё это можно передвинуть поближе к цели всего за несколько дней. На каждом из кочующих аэродромов, современных атомных ударных авианосцах, базируется практически целая авиадивизия смешанного состава. Большими или ударными атомными авианосцами сегодня в мире располагают только две страны – Соединённые Штаты и Франция. В американском флоте числятся 12 таких кораблей. Почти все они принадлежат к авианосцам типа «Нимец». Это рекордсмены стоимости. Только сам корабль без авиационной группы обходится казне примерно в 2,5 миллиарда долларов. Это настоящие аэропорты. Длина полётной палубы приблизительно 300 метров. Ширина – около 80. Полное водоизмещение такого гиганта приближается к 100 тысячам тонн. Главное оружие авианосца – 80-90 летательных аппаратов разных классов. Это истребители-перехватчики F-14 Tomcat, многоцелевые машины F-18 Hornet, штурмовики A-6 Intruder, противолодочные и спасательные вертолёты. Авиагруппа, или по американской терминологии «Авиакрыло», включает в себя также несколько специализированных самолётов. В их числе палубные заправщики, самолёты радиоэлектронного противодействия «Праулер» и дальнего радиолокационного обнаружения «Хокай». Авиакрыло одновременно и щит, и меч. Оно ведёт противовоздушную, противолодочную оборону не только самого авианосца, но и кораблей эскорта. Но самое главное, может наносить эффективные удары по целям в море и на берегу. Несколько таких кораблей концентрирует на своих палубах мощь целой воздушной армии, сравнимой с потенциалом военной авиации средней страны. Этот потенциал работает на устрашение вероятного противника уже одним фактом своего существования. Это и означает на практике «флит-ин-бинг». Американская школа палубной авиации – одна из старейших. Налётанность палубника в США очень высока. В среднем один пилот летает 250 часов в год. Каждый большой авианосец оснащён четырьмя паровыми катапультами, каждая из которых обеспечивает взлёт с палубы самолёта весом до 37 тонн. На жаргоне американских моряков она называется «жирным котом». Каждый кот разгоняет самолёт до скорости 300 км в час всего за 3 секунды. Два атомных реактора дают немецу практически неограниченную автономность и запас хода. Обычно авианосец везёт запас провизии на 90 суток для 5,5 тысяч моряков и лётчиков. По сути, авианосец – небольшой город. Корабельный быт мало чем отличается от жизни в маленьких американских городках. На авианосце действует отделение связи со своим почтовым индексом, теле- и радиостанции, выходит газета, работают в супермаркет, библиотека, госпиталь, парикмахерские, прачечное и даже пожарное депо. Гордость военного флота Франции – атомный авианосец «Шарль Деголь». Он меньше американского. По габаритам «Деголь» сравним с авианесущими крейсерами советского флота типа «Киев». Длина – 262 метра. Ширина полётной палубы – 64. Полное водоизмещение корабля чуть больше 40 тысяч тонн. «Шарль Деголь» вошёл в состав флота ещё осенью 2000 года. Однако статус полностью боеготовой боевой единицы он получил почти через год. Авиагруппа «Деголя» насчитывает примерно 40 боевых самолётов. Это новейшие истребители «Рафаль» и штурмовики «Супер Этандар». Эти машины прекрасно зарекомендовали себя во время Фалклендской войны в составе аргентинских ВВС. «Шарль Деголь» оснащён электроникой по последнему слову техники. Его боевая информационно-управляющая система способна вести слежение одновременно за двумя тысячами воздушных и наземных целей. Экипаж авианосца – около двух тысяч человек. Не исключено, что через несколько лет французский флот получит ещё один корабль этого типа. Английский авианосец типа «Инвинсибл» стал отражением модной в своё время теории строительства небольших авианосцев контроля за морем. По своим размерам он сравним с тяжёлым крейсером. Корабль оснащён неядерной силовой установкой, поэтому его автономность и дальность сравнительно невелики. Длина корабля – 210 метров, ширина полётной палубы – 36, водоизмещение – около 21 тысячи тонн. Авиакрыло английского авианосца состоит всего из 20 единиц. Это 8 палубных истребителей вертикального взлёта и посадки «Си Харриер», оснащённых радаром «Блю Фокс», который позволяет вести самолётам полноценный воздушный бой. А также 9 противолодочных вертолётов «Си Кинг» и несколько вертолётов того же типа в варианте дальнего радиолокационного обнаружения. Задачи, которые английское командование возлагает на авианосцы данного типа, значительно скромнее, чем у больших авианосцев США. Это выполнение функций флагманского корабля, обеспечение ПВО корабельной группировки в океане, противолодочные действия и помощь морской пехоте при проведении десантных операций. Ещё меньше английского – итальянский авианосец Джузеппе Гарибальди. Это, пожалуй, самый миниатюрный корабль подобного типа в мире. Его полное водоизмещение – 14 тысяч тонн, длина – 180 метров, а ширина ВПП – 33 метра. Экипаж насчитывает 700 человек, из которых 360 относятся к личному составу авиакрыла. Основной боевой самолёт – тоже «Харьер», но в американской продвинутой версии АВ-8Б+. От обычных «Харьеров» он отличается возможностью применения новейшей ракеты воздушного боя средней дальности «Амрам». Военно-экономические возможности Италии скромнее, чем у Англии и Франции. Но, несмотря на это, военное руководство этой страны надеется в ближайшие годы получить второй корабль подобного класса. А США и Англия ведут проектирование перспективных авианосцев будущего – воплощение военно-морской мощи. Старый британский принцип «флит энд бейнг» по-прежнему не устаревает.